Приманка На планете Земля, который не слышал бы что-либо о блёснах Мэпс, и наверняка очень немногие ни разу не держали эту приманку в руках. И тем не менее, даже у таких известных блёснах всегда есть что рассказать, всегда есть чем поделиться. Давайте возьмём в руки всем известную приманочку Мэпс Аглиалонг. Классический лепесточек в форме ювового листа. Вот такой всем известный сердечничек. Казалось бы, ничего сложного. Но даже если немножечко погрузиться в технологию изготовления и внимательно проанализировать, из чего и почему состоит эта блесна, всплывает масса интересных тонкостей. Отдельный разговор – это подгрузок. В нём нет ни одной случайной детали. Все вот эти канавочки, все углы конусов – всё это просчитано и рассчитано с гидроакустической точки зрения для того, чтобы блесна воздействовала на рефлексы хищника. Даже вот этот красный шарик, который стоит в конце и напоминает нам красную икринку, сделан такого цвета и такого размера не случайно. Это точка прицеливания, в которую наносится атака хищника, а прямо за ней идёт тройничок. Казалось бы, всё просто, но при этом и гениально. Как работает приманка «Лонг» и насколько хорошо она ловит хищников, никому рассказывать не нужно. Об этом знают все. Не случайно эта блесна – одна из самых популярных во всём мире. Угол вращения лепестка приманки «Лонг» составляет около 30 градусов, то есть примерно вот под таким углом вращается лепесток относительно оси. Узкое вращение, малое лобовое сопротивление. Приманка замечательно работает на самых разных скоростях проводки, от минимальной до максимальной. Следующая приманочка, которая также всем известна, является классикой МЭПСа. Это приманка «Комет». Вот она у меня в руках. Узнаваемый подгрузок. Лепесток той же самой толщины 0,583. Приманочка обладает углом вращения 45 градусов. Лепесточек идёт уже чуть-чуть пошире. Поэтому её можно проводить по более мелким местам. Лобовое сопротивление у неё выше. Акустическое воздействие сильнее. Следующая приманочка – это «Аглия». Вот он, вот такой кругленький лепесточек. Более лёгкий подгрузок. Угол вращения лепестка 60 градусов. Высокое лобовое сопротивление. Максимальное акустическое и вибрационное воздействие на хищника. Возможность ловить по самым отмелям. Просто приподняв удилище и чуть увеличив скорость проводки, блесна идёт буквально под поверхностью воды. И позволяет пролавливать хищника у поверхности. Приманки МЭПС выпускаются во Франции с конца 30-х годов. Одна из наиболее известных блёсен. Аглия лонг с тем самым лепестком в форме ивового листа. Великолепно работающая по самому разнообразному хищнику, по окуню, по судаку, по лососевым рыбам, по жереху. Пожалуй, только она в ассортименте фирмы МЭПС имитирует мелкую рыбку. Ведь и рыболовам, и производителям приманок достаточно хорошо известно, что блесна совсем не обязательно должна визуально имитировать объект охоты хищника. Гораздо важнее то самое воздействие на рефлексы хищника, которое она способна оказать своими шумами, вибрациями и движениями. При вращении лепестка под углом около 30 градусов, эта приманка способна привлекать хищника с больших расстояний, воздействуя на его боковую линию. Далее уже при приближении хищника срабатывает и визуальный объект, и происходит атака. Приманка Комет, обладающая углом вращения 45 градусов, может имитировать как рыбку, так и насекомое. И в своем вращении, и в своей расцветке. Вот здесь у меня в руках имитирующая расцветка, вот с таким вот флексом, имитирующим чешую. Вот здесь у меня в руках провоцирующая расцветка с яркими точками, так называемая Комет Блэк Фьюри, изготовленная для ловли прежде всего форелевых и лососевых рыб, великолепно работающая по таким рыбам, как галавль, ясь, окунь. Неоднократно именно на приманку такого типа я и сам ловил и благородную форель, и окуней, и самую разнообразную другую рыбу. Вот с таким шестигранным сердечником. Что она позволяет сделать? Она позволяет выкрутить из сердечника застежку, снять с него ту самую оснастку, которая на нем стоит, и поставить другую. К примеру, я сейчас с одной блесны на другую все это дело переставлю. Все это делается без какого-либо инструмента, просто руками, в лодке, на берегу, совершенно не важно. Быстро и достаточно удобно. В обратном порядке можно либо закручивать, либо просто нажать и загнать туда, вовнутрь, эту самую застежку. К примеру, я снимаю отсюда штатный тройник. Совсем. Ставлю сюда более крупный, если он мне нужен, либо ставлю вот одинарный крючок вот с такой мухой и со специальной лесочной защитой от зацепа, превращая вот эту вот в вертушку, в данном случае это комет номер 5, серебро с красной точкой, в незацепляющуюся приманку. В результате я могу ловить в любых коряжниках, в дровах, в траве, не боясь сразу засадить там приманку наглухо. Быстро, просто, без всякого постороннего инструмента. Конечно же, если речь не идет о каком-то мелководном участке, заросшем травой. Во всех остальных случаях, чем ниже вы заглубили приманку, тем больше шансов ее встречи с рыбой. Компания МЭПС давно и очень серьезно работала над оптимизацией не только качества, но и ценового диапазона своих приманок. В результате применения уникальнейших технологий компании удалось снизить цены настолько, что на сегодняшний момент подделывать МЭПС нет никакого смысла, хотя попытки такие были неоднократно и в самом разном исполнении. От кустарей наших родных российских с птичьего рынка до умельцев из Китая. В чем же секрет? Сделать МЭПС столь же качественным и столь же дешевым пока еще никому не удалось. И перед тем, как кидаться на что-то новое, нужно освоить ловлю на то, что уже продумано, сделано и многие годы работает. Ловля лососевых рыб. Опять же, яркие провоцирующие расцветки, о которых мы говорили чуть выше. Широкий лепесток, позволяющий поднимать приманку достаточно высоко и позволяющий работать без сбоев в струе. Всевозможные расцветки, к примеру, серии Black Fury, признанные во всем мире как одни из лучших форелевых и лососевых блесен. Возможность замены тройника, если вам нужно поставить более мощный, в серии TV. Тонкие, но при этом острые и достаточно вязкие тройники, которые при желании могут быть разогнуты, если вы ловите на камнях, легко и просто затачиваются. То есть, все к вашим услугам. Серия же TV, кроме всего прочего, позволяет создавать и тандемы приманок. К примеру, присоединив одну к другой, мы получаем сдублированные приманки с одинаковыми или с различными лепестками, как по геометрии, так и по расцветке. И в результате образуется крупная приманка вот такого шарнирного типа, оптимально работающая по крупному хищнику. Таким образом, творчество наше в данной ситуации ничем не ограничено, и мы можем с вами собирать приманки в сочетании любых лепестков, цветов. Фирмы не используют обычные материалы, материалы используются только спецсплавы, обладающие высочайшей жесткостью и высочайшей степенью нагортовки. Во-вторых, технологически лепесток изготавливается совсем не так, как мы себе это представляем. Единственный вариант, когда хоть как-то оправданы некие творческие версии в плане развития ассортимента с применением лепестков или других элементов мэпс или а-ля мэпс, это создание оригинальных приманок, таких, которых нет в этом ассортименте под определенные условия ловли. Покажу несколько из них. К примеру, лепесток аглия, медный, но собран он не на подгрузке, а просто на оси, вот с таким вот элементарным шарниром, сзади тройничок, впереди установлена груз-головка в форме рыбьей головы с небольшой проволочкой, которая является еще и поводком, защищающим от перекусывания щучьими зубами лески и не дающая блесне захлестнуться. Очень удобная приманка для ловли на средних и больших глубинах и в равномерной проводке, и в ступенчатой проводке. Да, такого мэпс не делает, вот пришлось сочинить самому. Вот такая концепция стала рекордсменом по количеству крупных щук и судаков на оке. при ловле с лодки в районе Касимова. И поддерживает она свою репутацию уже не первый год.